Всех приветствую в общественном проценте Псковской ленты новостей. Сегодня у нас такой случай из ряда вон. Не часто нам удается с кандидатом в президенты обсудить какие-то глобальные вопросы. Сегодня у нас такой случай представился. У нас в гостях Елийский Григорий Алексеевич, экономист, политик, кандидат в президенты Российской Федерации, с которым мы обсудим сегодня свободу слова и свободу информации в России. Не секрет, что существуют три ключевые взгляда на это одно из базисных прав человека, которое гарантируется в нашей стране конституции, статье 29. Одни считают, что проблемы, связанные со свободой слова и свободой информации, они, мягко говоря, преувеличены, если не сказать, нефологизированы. Третьи считают, что, наоборот, в нашей стране налицо неумение и нежелание государства, провозглазившего свою демократичность, действовать в соответствии с демократическими правилами касательно свободы слова. Третьи не верят в свободу слова в принципе, потому что они считают, что любые средства информации, они так или иначе ангажированы. Либо политическими силами, неважно правыми или левыми, либо спонсорами. Вот сегодня я предлагаю вместе с Григорием Алексеевичем эту проблему обсудить. Есть и вообще такая проблема. Григорий Алексеевич, я предлагаю вам, в качестве вступительного слова, рассказать ваш взгляд на свободу слова и свободу информации. Есть ли она у нас в стране? Нефологизированы ли проблемы, связанные со свободой слова? Или на самом деле они есть? Спасибо за приглашение. Эта тема мне кажется, с одной стороны, довольно простой, а с другой стороны, в нынешних условиях, я имею в виду в мире, эта тема заслуживает особого внимания, потому что мир меняется очень быстро, и такие базовые характеристики общественной жизни, как свобода информации и сама массовая информация, они приобретают очень большие изменения. Я начну с самых простых вещей, которые мне кажутся важными. Я буду говорить про свободу информации. С моей точки зрения, свободу информации – это вопрос национальной безопасности. В конце 80-х годов, когда случилась катастрофа в Чернобыле, вследствие отсутствия свободы информации, люди в Киеве с детьми вышли на первомайскую демонстрацию, даже не подозревая, что они себя и детей подвергают смертельной опасности, связанной с Чернобыльской катастрофой. Что недавно произошло в Челябинске, так никто и до сих пор ничего не знает. Ну вот, это и осенью. Почему в Москве такой отвратительный запах временами, что дышать просто людям нечего, и у которых аллергия им становится просто плохо, прямо в городе, прямо в Москве, в центре, тоже опять никто ничего толком про это не знает. Что на самом деле происходит в некоторых регионах России, где местная власть узурпирует права людей до такой степени, что давление на них приводит к трагедиям, тоже никто ничего не знает, потому что никакой свободной информации нет. Серьезности. Поэтому и с точки зрения терроризма, и с точки зрения безопасности, и с точки зрения нормальности жизни, это просто обязательный атрибут жизни современного общества. иначе просто будет беда с детьми, с жизнью, со всем. Что касается свободы слова, я не берусь прочитать вам лекцию на эту тему, я не специалист, поэтому просто выскажу свое мнение. Эта проблема несколько шире, она несколько иначе выглядит. Есть такая известная история, когда у одного из ваших коллег, иностранных журналистов, спрашивают, скажите, а есть ли в России свобода высказывания? Он сказал, конечно, в России есть полная свобода высказывания, у нас проблема со свободой после высказывания. А свобода высказывания, это, ради Бога, можешь высказать, что хочешь. Вот потом ты узнаешь. А так? Понятно, да? Так вот, на эту тему я хочу сказать следующее. Никто не обладает монополией на истину. Когда говорят о свободе слова, то говорят о том, что журналист выражает то, что думают люди, что он услышал. В чем смысл работы журналиста? Он коммуникатор, он передает информацию от одних групп населения другим группам населения. Он позволяет обществу быть единым. Он противостоит фрагментации общества. Он обеспечивает единство этого всего пространства человеческого. В этом смысл журналиста. Ну, а поскольку группы разные, части страны разные, люди по-разному смотрят на разные проблемы, поэтому так важно, чтобы журналист говорил то, что реально думают люди. А если он выражает свою личную точку зрения, ну, это другой уже тип журналистики. Это он уже такой какой-то писатель. Он уже не столько журналист, который рассказывает, что думают люди, и он рассказывает, что он сам думает. И тоже очень важно, чтобы он имел возможность высказывать то, что он думает, потому что честная журналистика – это оценка происходящего. Но важно, чтобы было много разных мнений. Чтобы мнения были разные. Чтобы мнения были с разных сторон. Чтобы они балансировали друг друга. Чтобы люди могли выбирать. Свобода слова – это когда вы доносите информацию, а человек сам определяет свою позицию. Вы ему не впариваете какую-то позицию, вы не занимаетесь пропагандой. А вы ему рассказываете объективно развивающиеся условия. Такие, другие, эти. О том, что происходит. И он сам, человек, создает. Можно вас перебить. Сейчас. Поэтому так важно, чтобы был плюрализм, чтобы были разные точки зрения. Вот у меня небольшая по этому поводу ремарка. Не кажется ли вам, поскольку вы говорите о том, что у СМИ должны быть исключены площадкой, представлены различные мнения, что эта проблема присуща не только тем СМИ, которые под контрольной власти, и о чем мы много говорим, и знаем, что это и стоп-листы, и недопуск многих политиков, да и о вас, можно сказать, и на системную позицию почти все перечисляют. Но та же самая проблема, мне кажется, свойственна и СМИ, которые лояльны оппозиции. Там же тоже засилие одного мнения. А это касается кого угодно. Они тоже пропагандистские бывают. Безусловно. Это при чем здесь? Это не с этим связано. Теперь третий вопрос. Это связано с общей культурой. Потому что есть такое понятие обезьяна власти. Это когда оппозиция ведет себя точно так же, как власть, копируя ее. Но с другой стороны. Эти ведут оголтелую пропаганду одного, а те ведут оголтелую пропаганду другого. Так эта проблема решается только тем, чтобы было как можно разный, больше разных точек зрения. Тогда они уравновешиваются. При этом, знаете, влиятельные оппозиционные сети тоже есть. Они не влиятельны на уровне первого канала российского телевидения, или там второго канала. Но по-своему влиять. Они тоже те, которые разрешенные. Они же не сами по себе. Их тоже разрешают. И они, ну если хотите, они часть аудитории при себе держат. И через эти так называемые оппозиционные СМИ всегда можно послать определенные сигналы этой тоже аудитории. Теперь, что касается государственного устройства, СМИ. Ну вот есть разные модели. Есть модель общественного телевидения. Там, где, ну как BBC, например. Телевидение, которое не финансируется из бюджета, не финансируется правительством, финансируется напрямую. И ведет, ну насколько это вообще возможно, в современном мире независимую политику. А есть американская модель, где нету никаких вообще государственных СМИ. Вообще, но зато есть миллион самых разных, отражающих разными. CNN это одно, Fox News другое, Washington Post, Washington Times, New York Times, New York Post, совершенно разные. Там просто очень много разных, и каждый человек может выбрать, что ему хочется для себя и формировать. Вот. Ну и последнее, это дискурс. Дискурс, который в условиях отсутствия свободы средств массовой информации просто навязывается пропагандой. Ну, например, нет в России дискурса обсуждения бедности. Нет в России дискурса обсуждения недоступности медицины. Нет в России направления общественной дискуссии, связанной с низким качеством образования. Нет в России направления дискуссии, связанной с федерализмом. Просто, ну, я могу перечислять до бесконечности. Нет в России даже дискуссии серьезной. Она прорывается, но ее нет. Относительно, относительно качества нашей экономической системы. Нет в России такого обсуждения. Нет в России серьезного обсуждения о том, что происходит в ходе военно-политических авантюр в Донбассе, в Сирии, в Украине. Нету такого. Напрашивается вопрос, как эту ситуацию преломить, что нужно сделать, перестать спонсировать страны государства, с ней. Сейчас я попробую ответить на этот вопрос. Ну, в общем, тема эта очень большая. Я ведь не задел еще одну часть темы. Я не задел ту часть темы, что дезинформация сейчас вообще общемировое явление. Там эти социальные сети, фейк-ньюс, борьба Трампа с прессой как таковая, и так далее, и так далее. Но это общая такая особенность 21 века. Вот она такая. Но я стою на точке зрения, что надо сначала начинать решать базовые проблемы. Вот есть базовые проблемы, а потом уже есть другие проблемы. общие, которые для всех одинаковые. Но базовые проблемы я вот уже вам назвал, я вам их сказал. Я могу вам сказать следующее. Если бы, например, ну, мы живем в авторитарной, в жесткой авторитарной системе, в которой Владимир Путин лично контролирует средства массовой информации, политически влиятельные. Он их контролирует лично. Ну, через своих помощников, но лично. Почему Владимир Путин лично контролирует средства массовой информации? А вот Борис Ельцин, например, этого не делал. Потому что Борис Ельцин появился вопреки средствам массовой информации. Они его, не буду это слово употреблять, что они с ним делали, в прямом даже смысле, он даже с моста падал в воду. Что они только с ним выигрываются. А Владимир Путин появился из телевизора. Это для него детородный орган, из которого он просто появился. Он его оберегает. Ну, как оберегают детородный орган? Чтобы никто оттуда больше не появился. Чтобы никто оттуда не вылез случайно. Поэтому есть топ-листы. поэтому придуманы такие форматы, куда приходит там какой-то один политик и 50 человек, которые просто орут постоянно, а на трибунах сидит женщина, которая вскакивает в любой момент, рвет на себе там, что там на ней есть, и кричит у меня 6 детей, а вы не знаете жизнь, и все, и что ты там можешь сказать, или сделать, ничего ты не можешь. Это специально такая все, это система пропаганды, это удержание власти, удержание влияния в масштабе страны. Это такая система авторитарная, вот она авторитарная и есть. Теперь вопрос, что делать с этим, да? Мне просто маленько уточнение с этим вопросом, но с авторитарным режимом понятно, с госми тоже все понятно. Мне другой вопрос интересует, не кажется ли вам, что общество в целом свобода слова не является ценностью вообще, то есть в рейтинге ценностей для обычного человека свобода слова стоит там на одном из последних мест. Вот в времена, когда Борис Хельсон избирался в конце 80-х, начало 90-х, тогда свобода слова являлась в определенном смысле действительно ценностью для миллионов сограждан. А сегодня она совершенно не ценность. И все, что вы говорите там про режим, про госсми, про пропаганду, оно просто очень легко воспринимается этим обществом. Обществу это свобода слова не нужна. Да. Ну, как вам сказать, это ответственность, извините за выражение, элиты. Вы, когда говорите общество, я толком не знаю, что вы имеете в виду. Если вы имеете в виду опросы, то не смешите меня, пожалуйста, там 147. А как еще вы это узнаете? Спросите у людей, скажите, вот сейчас выйдем сейчас на улицу, пройдем эксперимент, подойдем к любому человеку. Я замотаюсь там шарфом, чтобы не пугать людей. Интересно. Да, и скажу, вот скажите мне, пожалуйста, вы хотите, чтобы вам говорили правду по телевизору? Ну, что люди скажут? Нет, мы хотим, чтобы нам врали с утра до вечера. Неправда. 99% скажет, да, мы хотели бы узнавать правду. А вы хотите, чтобы газеты писали правду? Да, мы хотим. Это и так, если вы так сформулируете вопрос. А я так сформулирую. вопрос по-другому. А как по-другому? Вы хотите, чтобы у страны был порядок, стабильность, вот как у начальника, хорошо. Или вам нужна вот эта вот говорильня со свободой слова? То люди скажут, нам нужен порядок. Это очень четко. Извините, вы пропагандистки задаете вопрос. Так как мы живем в стране. Да, пожалуйста. Пропаганда, она и есть пропаганда. Но если вы задаете вопрос, вас же интересует, нужна ли свобода слова людям? Так вы спросите. Вам нужно, чтобы вам говорили правду? Или вам не нужно, чтобы вам говорили правду? А если вы скажете, а вам как нужно, чтобы вам говорили правду или чтобы у вас не было колбасы? Именно. Именно так оно и звучит. Так это же вопрос лживый. Вы же уже приходите со лживым вопросом. Потому что это не альтернатива. Мало того, если люди хотят, чтобы у них была колбаса, не из туалетной бумаги в условиях санкций, то лучше бы, чтобы СМИ говорили правду. И люди это тоже прекрасно понимают. Поэтому если людей не морочить им голову, а просто прийти и сказать, вы хотите, чтобы говорили правду, люди скажут, да, мы хотим. А если им сказать, вместо этой правды у вас будет беспорядок, ну кому нужен беспорядок? Никому. А вы выйдете и спросите, а вы готовы выходить за закрытые РБК или за разобранные коммерсанты? Нет. Нет, они скажут нет. А потому что? А вот это уже не за разобранство НСБ. Нет, секундочку, секундочку. А потому что они скажут, а что мы видели от этого РБК? Хорошо. А что, секунду, не перебивайте. А что мы узнали от РБК такого, что помогает нашей жизни? А что мы узнали из коммерсанта такого, чтобы нам это облегчало жизнь, помогало, или чтобы мы что-то... Ничего. Ничего. Это средства массовой информации, которые ни о чем нас не информируют. Пишут на таком языке, на котором никто понять из нас ничего не может. Общаются на своем птичьем языке с тремя-четырьмя бизнесменами. Принадлежат крупному бизнесу и защищают интересы крупного бизнеса. Почему мы должны за них выходить? Мы не поняли. А мы вас спрашивали, что нам делают с приватизацией в середине 90-х. Вы нам что, объяснили, что нас обокрали и ограбили в ходе залоговых аукционов, ваучерной приватизации? Вы нам ничего не объяснили? Вы нам что, объяснили, что у нас устроили гиперинфляцию 2600%? Кто это сделал и почему? Вы нам до сих пор это не объяснили? Вы нам ничего не объясняете, что на самом деле происходит? Почему мы должны вас защищать? Вы все выдумываете для нас? А так бы мы, конечно, для нас это было бы важно. Но вы же ничего нам не рассказываете. А вы им потом расскажете, что у вас есть хозяин прессы, что он определяет и тут же выгоняет тех, кто плохо работает. Вы им потом расскажете, что та или иная радиостанция принадлежит Газпрому, а телевидение принадлежит Роснефти, а это принадлежит тем, и они проводят только ту редакционную политику, которую заказывают их хозяева. Так чего людям защищать-то? Чего защищать? РБК не было в 90-х годах. Как? РБК не было в 90-х годах. РБК сейчас присутствует как актив Прохоров, а сейчас он уже даже не актив Прохоров. Вот вам и все РБК. РБК люди вообще не понимают, что такое слово РБК. Посмотрите их телевизионную картинку. Она на кого рассчитана? Она рассчитана на 100 профессионалов в Российской Федерации. Ну что, неправда что ли? Точно. Как и все интервью, которые там ведутся. Нужен профессиональный канал, но думать, что миллионные аудитории будут защищать сугубо профессиональный бизнес-канал, учитывая характер российского бизнеса, нельзя быть такими наивными. А вот то, что в России нет ни одной политической газеты, это точный факт. Есть желтые всякие, какие хоть таблоиды есть, а политической газеты, ну вот политической, собственно, политической. Ну вот нету, вот старается независимая газета быть политической. А новая газета расследований? Новая газета расследований. Я очень уважаю новую газету. Но эта газета больше расследований. Это расследовательская журналистика. Это огромное, имеет значение. Я очень их уважаю, приветствую, поддерживаю всей душой. Но это не политическая газета. Политическая газета дорого стоит? Ах, политическая газета дорого стоит Ну так мы же сейчас не про то, что сколько стоит Мы про то, что есть в России и чего нету А и нету такого Как и нету политического телевидения Ну вы же не скажете, что вести недели А вести недели Ну и все, так а что? Это не политическое, это пропагандистское телевидение Ну вот оно такое, вот какое есть, такое вот оно у нас с вами есть Ну давайте же говорить на эту тему откровенно И это не только в России И это не только в России Западную прессу сейчас читать очень тяжело Она вообще сошла с ума Кстати, по поводу России А куда? Вот вы со мной обсуждаете в контексте президентских выборов Ну это же просто какая-то умора Если верить западной прессе Что Путин поменял там все выборы в Америке Что Путин решил проблему Брекшета Что Путин отделяет Каталонию от Испании Что Путин расколол французское общество Что там 45% против Евросоюза Что Путин насадил в германский парламент Какие-то странные лево-правые партии Если все это суммировать То о чем мы тут сейчас разговариваем Как он будет влиять на мои выборы На подсчеты голосов На всю мою компанию О чем тут внутри У себя дома Там просто вообще не о чем разговаривать Ну так и вот Ну это просто Это приобрело какой-то вообще Характер такой, что люди Ведь не зря Вы обратили внимание Что сейчас вот говорили в Давосе Вот в Давосе сейчас говорили Известные люди Очень Что Фейсбук там И соцсети Это просто ужасное оружие Которое приводит к тому Что происходит деградация Потом появляются пропагандисты В разных газетах Которые систематически пишут Статьи, которые никак не связаны с реальностью Как у нас, так и у нас Короче говоря Большие есть сложности Большие есть сложности Но они не отменяют того Что нужно Бороться за это А то, что это людям жизненно необходимо Я вот вам вручаюсь Любому человеку Не надо его морочь Ему надо сказать Хочешь слушать правду Он скажет Ну конечно я хочу слушать правду А вот я что хочу сказать Вот вы поставили вопрос так Хочешь слушать правду или нет Хочешь слушать правду или есть колбасу А если у человека спросить Считает ли он что Есть у нас Свобода слова уже в стране Или нет А по-разному люди скажут А мне кажется Многие скажут Вот наконец-то Стали говорить правду По-разному люди да Это и есть результат пропаганды Оказывается Есть многие люди Которые скажут Ну да Не полное Но частично Есть Вот мы можем все узнать Нам вот все рассказывают Частично мы можем узнать И у нас частично есть Да Многие люди так скажут Это и есть Результат этой пропаганды Ну что же делать Ну да Получается что мы людям будем Насильно прибивать свободу слова Они как-то Почему И не хотят Потому что у них уже есть Нет Это Послушайте Вы же профессиональный Вопрос должны поставить Вы же знаете Что общество Может Иметь Общественное здоровье Если в обществе Минимизировано Насколько это возможно Количество лжи Вот вы видели Вот вы северный регион Вы видели Как за полярным кругом Выглядят деревья Вот карликовые березы Видели когда-нибудь Вот они так стелятся по земле Не растут вверх Ну там за полярным кругом Видали нет Почему Потому что солнца нет Им не хватает солнца Вот правда Для жизни общества Это как солнце Если его мало Или его нет Вырастают уродцы Уродцы вырастают Целые поколения вырастают В уродливом режиме Когда общество растет Во лжи В отсутствии правды Вырастают такие Сонражима происходит Понимаете Чудовище появляется просто Вот это вот такая вот Аналогия Понимаете Общество не взрослеет Общество ведет себя Как Как люди Элита Общества Элита Даже не общество А элита Общества Ведет себя Как подросток В период полового созревания Не учите меня жить Лучше помогите материально Дайте денег Отстаньте от меня Я буду делать то что я хочу Не хочу вас слушать Ну хорошо Когда это заканчивается И человек вырастает А тут оно Поскольку правды нет Поскольку оно живет во лжи А еще Как вот только что Мне очень важные вопросы Задавали на эхо Я делал интервью В патерналистском состоянии Живет У него нет денег Свою там Детскую площадку Построить Нет денег Отремонтировать улицу У него отбирают Малейшие Малейшие возможности Малейшую финансовую базу И люди живут Без во лжи Без всяких возможностей Так это же Передается Как мы создаем будущее Для себя Как же люди будут решать Свою будущую жизнь А им показывают Камеди план Что вам с этим делать Что вам с этим делать Как возможному президенту Что вам с этим делать Что мне с этим делать А вот я вам Я вам сейчас интересную вещь скажу Я не знаю Как вам больше нравится Чтобы я сформулировал Когда или если Как вам будет спокойнее Как вам будет спокойнее Как вам будет спокойнее Вот когда я стану президентом Только от одного того Что вот президент С такими взглядами Стал президентом Сразу многое начнет меняться Уверяю вас Так устроится наша страна А многое начнет меняться Только от того Что вот Взгляды у президента Вот такие Теперь Почему? Потому что это будет означать Что огромное большинство народа Поддерживают такие идеи И никто с этим не будет спорить Открыто Там будут всякие подводные течения Там интриги могут быть Опасности всякие Там перевороты могут быть Всякие Ну вот эти все вещи Но открыто Против всего народа Никто не осмелится пойти А если народ это поддержал Значит Против этого идти нельзя Мало того Надо к этому пристраиваться Поэтому в чем смысл Моего участия в выборах Если за меня проголосуют 10 миллионов человек Многое из того Что я говорю Станет частью политики Кто бы не стал президентом Вот кто бы им не стал Любой будет реализовывать политику Которая получила поддержку 10 миллионов человек Это и есть борьба За смену политики Понимаете? Ну если у действующего начальника 146 процентов Ты его как сдвинешь? 146 процентов Ну можешь сдвинуть До 143 И все Больше ты ничего делать Не можешь А политику изменить? Можешь Политика меняется Если Видят что Много людей Поддерживают другую политику Я вам приведу Не один А много примеров Много примеров Вон Я сейчас не обсуждаю содержание Но чисто по форме В самом начале Монетизация льгот Помните? Вышли пенсионеры Все Все закончилось Сразу все отменили Пошли в другую сторону Я обсуждал с ним там Налоги Построение бюджета Когда за спиной у тебя стоит Множество миллионов людей Все обсуждается всерьез А когда нет Вот есть Зюганов Жизиновский На них опираются И проводят политику Зюганов и Жизинов Все У Единой России То нет своей политики Да это и не партию Ну вот У них свои политики-то нет Идеологии своей нет Политики своей нет У них ничего этого нет Это я даже не в качестве Критики Я в качестве факта говорю Просто нет Значит Из чего им черпать Идеологию политики Или от каких-то шаманов Полу-ненормальных Которые там расскажут Что есть евразийский путь Что русский и китаец Братья на век Или что-нибудь Вот такое Безумие какое-то Ну что-нибудь такое А какие конкретно Шаги вы предлагаете Вот нужно сделать Обязательно в нашей стране Проголосать за меня Когда, если А потом После когда и если А вот потом Когда и есть Сейчас расскажем Значит Конкретные шаги Воспользоваться моментом Который очень редко Редко Бывает В авторитарной системе Это вот момент Вот этих выборов Которые на самом деле Не выборы И это тоже все знают Которые на самом деле Являются таким Референдумом Показать, что есть Большое количество людей Которые заинтересованы В этих изменениях Это очень важная вещь Ну вот А дальше Вот если вы В своем замечательном Компьютере найдете Там мой сайт президентский И программу То вы там увидите Там есть прям программа На первые сто дней Во-первых Это Главным направлением Моей экономической деятельности Которой сразу нужно будет Принимать решение Это Преодоление бедности В самых депрессивных регионах Чтобы люди почувствовали Что жизнь меняется И меняется к лучшему Это я буду делать Прямо в первый год Вот я только что Вот ушел Ваш коллега Я только что На Эх Москвы Рассказывал о программе Вывода Может вы слушали О программе Вывода Псковской области Состояния Депрессивного региона Ее можно Там ничего не надо Там просто вот Возьми и начинай делать Ну что-то быстрее Что-то чуть медленно Прямо начинай делать Прямо формула Из восьми пунктов Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Что нужно делать Вот Теперь Главным направлением После того Что нужно делать с бедностью С моей точки зрения Является решение Ключевых проблем Связанных С созданием Современного Эффективного Экономического механизма Что для этого нужно сделать Вот сразу Вот сразу Нужно внести Потер законов Связанных С неприкосновенностью Частной собственности Все Запретить Всякое Перераспределение Запретить Отъем Запретить Отжим Запретить Влезание Правоохранительных органов Во все Бизнес-структуры Прекратить Повышение Концентрации Экономики В руках Государства Реально Защитить Частного Собственника И реально Оградить его От всякого Давления На него Ну потом Идут Экономические Программы Например Такие Как Дома Земля Дороги Ну потом Идет Вопросы Ну сейчас Вот вы Слушайтесь То что я буду Говорить Вам все Скажут о судебной системе Что нужна Независимая судебная система Но для того Чтобы появилась Независимая судебная система Первым шагом Должна быть Программа По пересмотру Неправосудных Приговоров Огромное количество Людей Сидит Потому что Кто-то кому-то Дал взятку И эти люди сидят Уже Уже арестовали Тех кто их сажал За взятки Но те Кто стали Жертвами Этих Оборотней В погонах Так называемые Они продолжают Сидеть Пока вы не сделаете Вот это Это параллельно Все нужно Но без этой Очистительной Процедуры Ничего не получится Люди не поверят Что происходит Изменение Ну вот Это значит Вот такой целый блок Это создание Современных Первые шаги По созданию Современного Государства Я сказал Уход от ручного управления Создание Системы Когда закон Становится постепенно Одинаковым Для всех Второе Это Большой экономический блок Начиная с частной собственности Серьезное решение Антикартельное Против монополий Вот Это большой блок Ну а Перед этим Первые шаги Без которых Ничего этого сделать нельзя Это Украина Налаживание нормальных отношений С Украиной Это решение проблемы Крыма Это решение Донбасса Это Прекращение авантюры В Сирии Сразу вас перебьете Сейчас Перебьете Слушайте Еще раз говорю Все есть Все можно прочитать Сейчас я вам расскажу Я только что рассказывал по радио Вот И Предпосылкой К тому Чтобы решать Вот эти все проблемы Которые я назвал Является Нормализация Отношений С Европой И миром Как решить Проблему Крыма Я только что говорил Необходима Международная конференция С участием России Украины Евросоюза Германии Франции Великобритании США И Турции Где будет выработана Дорожная карта По решению Проблему Крыма И все И потом эту дорожную карту Всем вместе Надо будет выполнить И все И это будет окончательное решение Будут признаны границы И у России будут опять Признаны границы Вот собственно все Невозможно оставлять это В том положении В котором это сейчас И все время говорить Мы ничего не обсуждаем Мы ничего не обсуждаем Прекратить поддержку Сепаратистов в Донбассе Прекратить военную Финансовую Дипломатическую Информационную И политическую поддержку Сепаратизма В Донбассе Обеспечить безопасность Населения Донбасса Создать Систему переходного периода С использованием Международных сил безопасности Постепенно вывести Войска из Сирии Потому что там Никакого перспективы нет Если говорить простыми словами Прекратить Тратить наши возможности И ресурсы На защиту Асада Прекратить давление на Киев Прекратить все другие авантюры Вот А можно сразу еще Один вопрос Да можно Появлялась информация О том что вы можете Слинить Суркова На посту переговорщика По ситуации на Украине Возможно ли это в принципе Согласились вы на какое-нибудь Похожее предложение Если Этот вопрос будет обсуждаться То я его буду Очень серьезно рассматривать Потому что это вопрос номер один Нормализация отношений Между Россией и Украиной Это залог вообще Всякого Другого Решения Позитивного В экономике В социальной жизни От этого зависит все Пока мы не нормализуем Эти отношения И ничего По большому счету Сделать невозможно Поэтому если вопрос Встанет в такой плоскости Я буду обсуждать Эту тему всерьез А сейчас вы можете подтвердить Или опровергнуть Вообще эту информацию Нет не могу Не подтвердить Не опровергнуть Разговор у меня Такой с президентом был Я об этом говорил На своем интервью На дожде И обсуждал с ним Тему Украины Это было В ноябре Вот Действительно Такая тема обсуждается Немножко поджимает Время Я тогда дам возможность Коллегам Вопросы Наверное Поздоровай Пожалуйста Коллеги Есть возможность Задать вопросы Да Светлана Я весь волнении Я слышу ваши вопросы О том что вы будете Участвовать В президентских выборах Мы знаем С 16-го года С самого начала С 15-го С апреля 15-го Да И в том числе Одним из Свидетельцев По поводу Было объявление О коалиции Которого я пока Организовывала На выбор И условия Участия Коалиции Была поддержка Вас Как Ну да Ну не условия Но было Да И в связи с этим У меня Два вопроса Первый вопрос Оправдалась Это идея Коалиция И второй вопрос Почему вы В таком случае Не ввели Компанию Под стеклом Ну во-первых Оправдала И все Близные фигуры Которые В то время Согласились С этой идеей И вошли В наши списки Все Придерживаются Это и Владимир Рыжков И Дмитрий Гудков И все Придерживаются Это и Галина Ширшина Хотя они Не члены нашей партии Но все Они Поддерживают Эту Да Вы заметили Я это очень ценю Это для российской Политики Вообще Феноменальное явление Обратите внимание Просто феноменальное явление Это я к своему Пресс-секретарю Обращаюсь Мы с ним Даже это не обсуждали Но это на самом деле Для российской Политики Небольшой Во-вторых Я вел эту компанию Непрерывно Но только сейчас Меня начали Покажут по телевизору В декабре Меня первый раз За 7 лет Пустили К Познеру Что-то разрешили сказать И вывели Батюшки Смотрите Компанию А компанию То я начал Раньше Мы вели Полевую компанию Было больше 2000 пикетов По стране Называлось Она Время вернуться домой Это была Здесь она проходила Это была Компания Против Войны Против В части Гражданской войны В Сирии Да Потом Мы вели Компанию За прямые Выборы Мэров И Губернаторов Потом Мы вели Компанию По новой Бюджетной Политике И новой Налоговой Политике Это и было Мы ведем Все компании С весны 2017 года С весны 2017 года То есть Моя проблема В этом не Ну Вы спросили Почему я не в 2015 году Начал это Ну в 2015 Я не начал Хотя Руководитель Администрации Президента Руководитель Администрации Президента Уже В мае 2015 года Уже Откликнулся На эту идею Сказал Что вот Рано Явлинский Это заявил Но уже Тема начала Обсуждаться Это был Иванов Там Еще Сергей Иванов Он тогда Уже Об этом Сказал Можно Да Власть Какие Препятствия Причинит Вам Власть Ну Смотрите Вы Вы Наверное Не анализируете Но вам И не надо Сюжеты Которые Покажут По телевизору Они Они Что делают Вот Я Перед ними Выступаю Вот Примерно Перед вами Всем Да Дальше Молодой человек Задает Мне вопрос Другой А как там С подписями То есть Я Отталкиваюсь А он Наседает На меня Ну скажите Сколько Ну куда Мне деваться В конечном Все это Я говорю Мы собрали Столько Подписей А как Вы их Собирали Ну вот Так Брали Собирали То Все Пятые Десятые После Двухчасового Разговора Врезается Этот Кусочек И По Всем каналам Одинаковые Хотя Стоят Камеры Все Одинаковые Там кто-то Сидит И делает Такого Я еще Не видел Раньше Это Новые Высоты В организации Терриния Сидит Редактор И они Вырезают Один и тот же Кусочек Все каналы 30 секунд И все каналы Покажут Один и тот же Кусочек То Ивлицкий Сказал Что они Еще Собрали Пять Подписей Со Вчера На Сегодня Вот Ивлицкий Мы Всех Показываем Вот Мы Всех Показываем Значит Показали 30 секунд Меня 50 секунд Жириновского На Божаре Вот Потом Что-то Такое Про Эту Даму Потом Что-то Такое Про Грудинина У которого Там Оказалось Что это Совхоз Не Ленина А Я Не Знаю Там Сталина Что-нибудь Такое И что Там Не клубника Совсем А даже Клубника Совсем В другом Смысле Вот Некоторые Говорят Вот Это Я Сейчас Скажу Меня Сейчас В суд Все Это Про Грудинин Про него Полторы Минуты Потому что Его Надо Мочить Ну Вот Там Все Все И Потом Короткий Минут На Сорок Репортаж Как Путин Всех победил Как у него В ногах Валяется Трамп Вот Как Европа Вся превратилась Уже в геев И лесбиянок И они набросились Друг на друга Хотя Это конечно Неправильность Уже Они должны были Отдельно Что-то там делать Вот И так далее И так далее А он всех победил И нашел Амфору Под водой Третьего века И они взлетели Со стерхами Полетели С птицами И все вместе На рыбалку На рыбалку И словили Вот такого размера Харася Вот такого размера Все И потом Как всю Тверскую область Отключили От электричества Чтобы нагреть Эту Полынью А он В полынью Не может погрузиться И идет по воде А ему говорят Второй Погружай А он идет По воде А ему говорят Ну ты уж прыгни туда Он говорит Ну я прыгаю Я иду по воде По камушкам По камушкам Это минут сорок Все Потом Идет передача Как все хорошо Я сегодня У вас тут слухал Это на встрече С предпринимателями Они сказали Что все классно Потом оказалось Что это руководство Вашей Единой России Если бы я знал Зради Я бы по другому Быстроил разговор Ну конечно Когда бизнесом занимается Только Единая Россия Что ж тут скажешь Ну вот Вот так работает телевидение Ну что еще могу сказать Нет А так мне никаких препятствий Никто не чнит Нет Никто Но должен сказать вам Я боюсь сгладить Что пока еще На этой компании Еще не сказали Что я дем детей Что я продал сахалин Ну еще не подал Нет Я боюсь сгладить Я же говорю Я хотел утащить Вот именно По рейде помещений По согласованию Между пикетом С примитивом Вот этим еще На сколько Ну вопрос Ну Пикеты мы проводили Даже еще До начала этого всего Ну Мы ли Запрещали Были Ну Было всякое А вон Парня собирал За нас подписи Его уволили С работы И отправили К тиграм Вычитали Наверное Такое тоже Было Ну Я не могу сказать Что это была Что это какая-то там Тотальная штука Ну а чего Зачем этим заниматься 146% И полпроцента Ну чего Поэтому можно С избранным Коллективом Журналистом Поговорить По душам Пожалуйста Все что я знаю Что его невозможно Выполнить Ни у кого нет Таких денег Ни у кого нет Таких ресурсов Никто точно Не знает Для чего Нужно сохранять ИСМСки Пупсик Зайди Купи туалетной бумаги Мусик Вынеси мусор Ты опять Пришел Когда ночью Скажи Машке Что я ее Больше не хочу Видеть И все проще Такое Это надо Сохранять Все вот это Вот у меня Есть такой Лозунг Мы его В шестнадцатом Году Мы хотим Чтоб нас Слушали А не Прослушивали Вот это Один из лозунгов Моей компании Я не понимаю Для чего Все это нужно Это все Это какая-то Это не борьба С терроризмом И не какая-то Это просто бред Какой-то И все Простите Григорий Алексеевич Кстати Я вам интересную вещь скажу Вот как вы думаете Вот КГБ СССР Знало Обо всем Что происходило В конце Там Восьмидесятых Годов Когда перестройка Была Наверное Знало А почему Она не Не смогла Предотвратить Наверное Негатив Нет Она ничего Не понимала Вот так Как с этими СМС Они будут Все знать Но они Ничего не будут Понимать Что там Там еще Надо понимать Вот КГБ Все знала Но ничего Не понимала Григорий Алексеевич Но у Грудинина Собчак У вас Одни и те же Самые Проблемы С власти Самоцелевидением Каким-то Вы не пытались Суд Хотел Подать Или Мы только что Подали в суд Что-то доказать А мы подали В суд Только что Вот мы подали В протест Ответчик Ответчик Кто Путин Телеканалы Ну или телеканалы Ну что Несопоставимое Количество Времени Покажем По закону Путин должен Прекратить Свою деятельность Уйти Как будет В административную Чтобы проводить По закону С моей точки зрения По закону Нельзя идти На шестой срок Нет? Вы Вы Когда Вы По своей Работу И Мне Сказали Это Дама Про Собчат Ну Что Как бы Ради Красного Словца Или Вы Своё Отношение К ней Оозначаете Какое-то у нас Странное Пересталение Ну а как Ее назвать Это джентльмен Кажется Это дама Все по именам Как бы Нет Ну хорошо Ксения Анатольевна Собчат Пожалуйста Дмитрий Алексеевич Про понимание И непонимание Вот сейчас Криптовалюты Стали Такой Ключевой Темой По крайней мере В плане Банковских Транзакций Вот как Вы считаете Их нужно Закрутить Или наоборот Дать им Белый свет Зелёный свет Ну На сегодняшний день Я думаю Что С профессиональной Точки зрения Я пытался Несколько раз Разобраться В этом Все То что я понял Это такое МММ Вот Это пирамида Ну во что Она Вырастет Я не знаю Но говорят Что за этим Будущее Ну Те кто поддерживают Мавроди говорил Что вообще За ним Будущее Почему нет Не могу Пока сказать Посмотрим Что из этого Будет Не советую Вам в это дело Залезать Только Если у вас Есть сильно Лишние деньги А так Не рекомендую Потому что Это сервис На какие Ни услуги На то На сё На поездку Это как один из видов услуг Но там были И другие За бутылку Можно было Всё что Хочешь Сделать Поэтому Так сказать Эквивалент Валюты Которая Обменивается На всё Всегда был И майнеры Были И даже Меньше Электрии Энергии На это Тратили В то время Интересная аналогия Корректи Есть еще Потому что У нас такая страна Наша страна Очень талантливая Мы все делаем Раньше всех Но не можем Запустить В производство Визмила А еще один вопрос А вы Представьтесь Пожалуйста Визмила Заветская Представляет Мбхмедия Мбхмедия А Мбхмедия Понял У меня еще Один вопрос Про политику Которая Непосредственно Затрагивает Наверное И наш Псков Как Играничный Город Как вы Наверное Знаете У нас же Повесила Ратификация Пограничного Договора С Эстонией Повесила По вине Российской Стороны То есть Наш парламент Его упорно Не желает Ратифицировать И одновременно Эстония И другие Бибалтийские Страны После истории С Крымом Наращивание Сиротел На континент НАТО У себя Как вы Оцениваете Эту их политику И что бы вы Может посоветовали Им делать В этой ситуации Кому Я и другим Странам Никаких советов Не даю Я занимаюсь Собственной страной Но я понимаю Что происходит Я вот Когда говорю Что политика Путина Ведет в тупик Я объясняю Что он все время Говорит Что вокруг На нас Нападает НАТО Только в результате Его политики НАТО Теперь уже везде Раньше их там не было Теперь они там есть Вот и все И что с этим делать Тогда Политику менять Менять политику Вот что с этим делать У России Должна быть Другая политика Нужна нормализация Отношений Я же Об этом сказал Нужна нормализация Отношений С Европой И с миром Вот и все Не надо Никого пугать Бомбами Не надо Никому Угрожать Ничем И не надо Совершать Таких действий Как аннексия Крыма Вот и все Не будет аннексии Крыма Не будет Гибридной войны В Донбассе Не будет Тех проблем Которые сейчас есть Ну все Надо понимать Что Нас не окружают Дружеские страны Какие нибудь Там Дружба Какая-то Там Что У каждого Свои интересы У всех Свои интересы Мир жестоко Очень устроен Конфронтации В мире Очень много Нужно просто Жить по общим Правилам Вот А если Пытаться Навязывать Другие правила Свои правила То это В условиях Того Что у нас Доля В мировом ВВП 1,7% Для нас Будет Кончаться Очень Контрпродуктивно Для нас Это очень плохо У нас Маленькая Слабая экономика Маленькая Слабая У нас Уже Пять лет Снижаются Реальные Доходы Населения Вот Собственно На 10% Примерно Упали За последние 5 лет Пять лет Последние Да И у нас Не растет Экономика У нас Стагнация В экономике И уровень Развития Очень Невысокий Разделано Интересное Замечание Что вокруг Насмерть Друзей Да Нигде Ни у кого Нет Мировая Политика Не состоит Значит Политика Больба Со СМИ Иностранными Агентами Верная Не понял Ну вот У нас Как только Понимаете Что Это СМИ Должны быть Только Что Родственники И друзья Что ли Это что-то Не то Вы говорите И вообще Не надо Никаких Я Против Вот этих Всех законов Связанных С иностранными Агентами Я вообще Став президентом Все это Буду отменять Как и закон Димы Яковлева И вообще Все И как Вот это Все Безумие Это Яровой Вот это Все Я буду Вносить Целый пакет Законов А анонимность В соцсетях Сохранять Не надо Нападать На соцсети Ни в них Проблемы Вот И вот эти Все ограничения Которые Надуманные В значительной Степени Тоже Совершенно Значит Смысл Заключается В следующем Будущее России Связано Со свободой И творчеством Свобода Это жизнь Без страха Без страха Насилия Без страха Произвола Без страха Бедности Без страха Перед болезнями Вот что такое Свобода Свобода Является Важнейшей Предпосылкой Творчества В 21 веке Ничего нельзя сделать Если у вас нет Возможности Заниматься Свободным Творчеством А это значит Иметь возможность Рисковать И наконец Необходимо создавать Такую Социально-экономическую Систему Которая Предоставляет Равные возможности Для всех Независимо Родился ты в богатой Семьи Или в бедной Но у тебя должны быть Равные возможности Для старта Для этого должна быть Абсолютная Защищенность Частной собственности Абсолютно Гуманная Подчеркиваю Гуманная Судебная Система Независимая Современная Гуманная Судебная Система Основанная На определенных Культурных И нравственных Российских Принципах Это все Предстоит создать Потому что За эти 25 лет Ничего из Создать не удалось Создали Дадим еще Возможности Павлу Дмитриеву Московский Комсомолец Скорее Московский Комсомолец Конечно Говоря о свободе Слова Мы говорили о СМИ А вот и другие площадки Юбуб Телеграм Там есть Свобода слова И выяснить За этими площадками Не знаю Ну Там Наверное Есть Свобода Высказываний Вот Являются ли они Влиятельными В политическом Смысле Я не уверен Но то что они существуют Да Есть еще Твиттер Есть еще Так вот Там Высказываются Все кто чего хочет Но Сети Могут Производить И достигать Определенных Организационных Целей Но сети Не могут Рождать Содержание А как же Например Вот например Было там Такое движение Окупай Уолл-стрит Знаете Оно Умерло Рассыпалось Почему Потому что С помощью сетей Они могли Привезти туда Много людей И собраться Не могли Выработать Содержание Что они хотят Сделать Точно так же Кахрир Там Арабская весна И так далее Сети Могут Помочь Организовать Но содержание Сети Не рождают Ну это просто Их особенность Через твикер Трудно Родить Содержание Группа Синяки Вконтакте Это же конкретно Генератор Я их не читал Вы и телеграм Не смотрите А там Альтернативные СМИ развиваются По активному Прекрасно Все Значит все Будущее Развивается В телеграме Поговорим Поговорим с вами Посмотрим Посмотрим Что из этого Будет Из телеграм Все Я Я считаю Что все эти Каналы информации Они Имеют свое Право на существование Люди должны Свободно Общаться Вот Конечно Контроль С точки зрения Педофилии Или с точки зрения Терроризма Должен быть Но Это вопрос Качества Государства Государство Может делать Много разных Вещей Но оно Должно быть Качественным Оно должно быть Не лживым Оно должно быть Прозрачным Оно должно Испытывать Доверие Тогда Ему можно Доверять Делать многие Вещи Оно будет делать Это во имя Пока у нас Такого государства Нет Создать такое Государство Важнейшая Задача Иначе Я думаю Что будут Большие проблемы Которые Уже Сегодня Видны Все Да Спасибо большое Спасибо Спасибо вам большое Спасибо коллеги Всем Спасибо